1 февраля в Северной Осетии, как и во всей России, стартовал прием в первый класс. Он будет проходить в два этапа. С 1 февраля по 30 июня школы будут принимать тех, кто закреплен на их территориальном участке. А с 1 июля по 5 сентября оставшиеся места будут распределять среди всех желающих. Для школ-интернатов, которые не имеют закрепленных за ними микрорайонов, одним из главных критериев при приеме первоклассников будет уровень обеспеченности семей. Это связано с тем, что все интернаты социально направлены. Добавим, что ознакомиться с необходимым для приема перечнем документов можно как на информационных стендах, так и на официальных сайтах образовательных учреждений. Для проведения организованного набора учащихся у нас вся необходимая информация обычно вывешивается на информационном стенде и на сайте образовательного учреждения. В первую очередь это пакет документов, которые необходимо собрать родителям для поступления в школу, второе это схема закрепленной территории за нашим образовательным учреждением и третье это график работы приемной комиссии. Очень много вопросов к нам поступает по такому вопросу, как организация собеседований вступительных или каких-либо экзаменационных процедур для детей, поступающих в первый класс. Здесь мы хотим пояснить то, что никаких экзаменационных, никаких проверочных процедур в отношении детей проводиться не может. То есть ребенок принимается в первый класс независимо от того, насколько он готов или не готов к тому, чтобы начать свое обучение в первый класс. Единственное, может определяться уровень психологической готовности ребенка для того, чтобы выстраивать в отношении его некоторую образовательную программу.